В студии нашего телеканала выдалось очень неспокойное утро. На телефон нашей редакции пришла волнительная СМС. Мы сразу же выдвинулись на место событий. Мрачная советская застройка и жилой фонд 80-х годов. Казалось бы, этот двор спального района ничем не отличается от других таких же дворов. Но конкретно в этом дворе тренируется чемпион троечный по самокату и, с его слов, будущий чемпион Украины, Богаченко Денис Алексеевич. Для местных Денис Алексеевич – настоящая легенда, авторитет в мире самокатеров. Его умение и опыт невозможно передать словами. Но наша редакция больше удивила умение Дениса монтировать. На видео из его соцсетей мы видим идеально сделанные трюки, но на самом деле это не что иное, как великолепная видеоподделка. Нашей редакции удалось достать эксклюзивные оригинальные кадры без обработки. Я не скажу, что я плохо катаюсь. Давайте я вам лучше пару трюков покажу. Повырезай все неудачные мои попытки. Дураком меня не делай, пожалуйста, для всех людей. Повырезай мои неудачные попытки – фраза, которая прочно закрепилась за Денисом, как клещ, который сосет его с самого первого стрит-джема в Киеве в 2017 году. Подходящие погодные условия позволили нашей съемочной группе застать чемпиона именно в момент тренировки. Давайте же возьмем у него небольшое интервью и узнаем побольше о тренировочном процессе. Манера и стиль катания Дениса не поддаются осуждению. Его невероятное владение самокатом приводит в восторг весь детский сад, стоящий напротив скейт-парка. Денис, подскажите, хватает ли вам ширины доски для фифтоков? Да, ну, ты опять меня за дебила держишь. У меня тут 14 сантиметров, я сейчас со следующей попытки сделаю. У Дениса 14 сантиметров, возможно, это единственная причина отсутствия у него девушки. Эй! Что там 14 сантиметров? Я на всей грани вообще-то могу сделать. Давай я сейчас на конце попробую. И действительно, у Дениса отлично получаются трюки на конце, особенно если речь идет о вращениях. Слушай, мне вообще эти боксы на самом деле не нравятся, я больше вот по рампам человек. То есть я в рампе действительно хорош, ну, пойдем. Только опять, ну, вырезаешь, да, все неудачно? Местные жители часто обсуждают легендарное катание Дениса в мини-рампе. Возможно, все предметы с приставкой мини работают в руках Дениса просто отлично. Может, мы будем серьезно интервью снимать? Ты приехал трюки снимать мои или опять меня задыбило будешь держать? Пошли. Пойдемся. Че, пособирались-то, че-то не видели, когда я катаюсь или че? Пойдем со своими камерами, еще погода не очень, не летная. Давай этот, сейчас победаю и реально сделаю пару трюков. Как вы знаете, питание спортсмена – это всегда половина успеха. Денис Богаченко не исключение, он питается по специальной программе, разработанной его личным диетологом. Проведя собственное расследование, исходя из статистических данных, мы поняли, что ежедневно наш спортсмен потребляет около пачки майонеза и пяти сдобных булок. Эта собственная диета была придумана Денисом еще во время Великой битвы на полирояле. Большая часть диетологов мира рекомендует номинировать Дениса на Нобелевскую премию по здравоохранению. Эта диета довольно-таки сбалансированная. Жиры идеально, белков чуть меньше, чем нужно, углеводов чуть больше. Но Денис Алексеевич очень скромный, поэтому ему был подарен лишь аппендицит и заворот кишок. Когда ты отвечаешь за уровень катания во всей стране, каждая калория на счету. Так считает и Денис Богаченко, не пропустивший ни одного предмета, который мог бы попасть к нему в рот. Денис, подскажите, пожалуйста. Ты задолбал меня со своей камерой. Ты понимаешь, уже три часа мы тут бегаете за мной вот это, по этому стадиону, блин. Я не могу ни поесть, ни покататься нормально. Сколько можно? Погода дебильная. Вы со своими камерами с вами. Все. Прячься. Все, уйди, пожалуйста, хватит. Хватит снимать. Падение кометы или солнечное затмение. Достаточно редкие явления, которые среднестатистический человек видит нечасто. К счастью, сегодня нам удалось запечатлеть этот процесс и записать его в истории. На этом все. Репортаж подготовили и проверили. Тряси медиа. Ссылка в описании. Только ты выложишь это. Тебя найдут в лесу, вот там вот на трагичь.